Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске! Разнообразие последствий решений в новом триллере Until Dawn Вариативность прохождения за Иви Фрай из Assassin's Creed Syndicate Никаких уровневых ограничений Fallout 4 не будет Компания Hello 5 Guardians будет в два раза длиннее компании Hello 4 Для Rocket Leach готовят еще больше безумных карт Готовится переиздание красочного платформера Ori at the Blind Forest Большому количеству геймеров пришел по душе красочный платформер Ori at the Blind Forest Игра стала настоящим сюрпризом для 2015 года, причем очень приятным И судя по всему разработчики из Moon Studios очень рады такому успеху Именно по этой причине разработчики готовят расширенную версию игры Которая основывается на отзывах поклонников О выходе новой версии игры разработчики сообщили на игровой выставке Gamescom 2015 Что именно будет входить в Ori and the Blind Forest Definitive Edition Авторы пока не сообщают, но обещают, что в игре появится много чего интересного Кроме этого будут также устранены многие ошибки, известные по оригинальной игре Сами же разработчики сообщили следующее Мы решили вернуться назад, чтобы добавить намного больше контента и исправить баги Команда из Moon Studios хочет создать идеальное приключение Не только для тех, кто в свое время полюбил игру, но и для тех, кто с игрой пока не знаком Разнообразие последствий решений в новом триллере Until Dawn Ключевая особенность нового ужастика Until Dawn заключается в эффекте бабочки Разработчики из студии Supermassive Games говорят о том, что любое выбранное решение может иметь далеко двигающиеся последствия Авторы считают, что это очень важная деталь игры, поэтому специально для нее был выпущен отдельный трейлер Если верить словам разработчиков, то их история уже сейчас имеет сотни вариантов дальнейшего развития Некоторые решения и действия могут показаться косметическими, но на самом деле они могут повлечь за собой ужасные последствия Либо же неожиданно повлиять на реакцию героев И даже несмотря на такую нелинейность, прямолинейность в игре все же будет Что-то в духе, выбирай, кто из твоих друзей умрет, а кто сегодня останется жить В любом случае узнать, насколько интересен эффект бабочки, можно будет лишь 26 августа, в день выхода игры Вариативность прохождения за Иви Фрай из Ассасин Крид Синдикат Компания Ubisoft постоянно выпускает видеоролики, скриншоты и прочий материал по игре Ассасин Крид Синдикат И вот не прошло парочки дней, как разработчики опубликовали геймплей за Иви Фрай Девушку на этот раз занесло прямиком в лондонский Тауэр И если верить сценаристам игры, то именно там обитает некая тамплиерша Люси Торн С которой обязательно необходимо разобраться В ходе прохождения этого задания разработчики решили продемонстрировать весь разнообразный арсенал и возможности, которыми владеет Иви Фрай И кстати, задание проходится сразу же несколькими вариантами В первом прохождении авторы украли ключик А во втором они решили освободить Констебеля и его друзей С которыми в конце концов удалось одолеть тамплиеров в лондонском Тауэре И все же упор в прохождении делался на третий вариант В нем Иви Фрай хитра на все 100% К примеру, скрытно кралась и цеплялась крюком кошкой Превращалась в некий аналог невидимки И даже договаривалась о том, что якобы ее поймали Чтобы она в итоге добралась до своей цели Никаких уровневых ограничений Fallout 4 не будет На Gamescom 2015 представители Bethesda Southworks официально заявили о том Что в Fallout 4 не будет никаких ограничений в плане уровней После того, как вы пройдете в Fallout 4 основную сюжетную кампанию Вы мало того, что сможете играть дальше, так еще и не будете иметь никаких ограничений в уровне Игроки все так же смогут продолжать изучать мир игры И продолжать качать свой уровень до той степени, до которой им самим захочется Стоит отметить, что в прошлых частях серии Fallout подобного не было Соответственно, в игре существовал порог прокачки В предыдущих частях предел составлял либо 30 уровень, либо же 50 И, кстати, если ограничений в уровнях не будет, значит противники так же будут продолжать расти в уровне Ведь раньше сообщалось, что враги так же будут расти и совершенствоваться Поэтому игра, по всей видимости, затянется на долгое время Компания Halo 5 Guardians будет в два раза длиннее компании Halo 4 Студия 343 Industries сообщила очень радостную деталь, которая касается Halo 5 Guardians Оказывается, что сюжетная кампания Halo 5 Guardians будет в целых два раза длиннее сюжетной кампании Halo 4 Во взятом интервью представители игры сообщили, что результат превысил их старания на этот раз Теперь игроки смогут посетить многие локации, ковенантов, людей и даже предтеч Причем студия 343 Industries хотела сделать еще более длинную сюжетную линию Но они вовремя смогли остановиться И это даже не последняя новость, которая связана с сюжетной линией игры Теперь кампанию можно будет пройти вместе со своими друзьями Кооперативное прохождение рассчитано на троих человек Конечно, коридорных локаций будет меньше в этом случае Зато размер свободного пространства будет огромный Именно поэтому прохождение еще немного увеличится в плане времени Осталось только подумать о том, как можно будет выделить такое большое количество свободного времени Зелдер Скролл 5 Скайрим благодаря моду Тум Скайрим преобразился в мультфильм Пока всех забудет лишь один Gamescom 2015 Некий мододел под ником Unique You Uses При помощи своего нового мода под названием Тум Скайрим Преобразил игру в настоящий мультфильм В своем моде автор воспользовался низкополигональной моделью Которую разработчики, как правило, используют для минимальных настроек в игре Чтобы игра могла пойти на слабеньких ПК Автор помимо этой модели воспользовался еще кое-какими эффектами проработки Чтобы игра сильнее преобразилась в мультяшный вид Но не стоит надеяться на то, что в игре благодаря этому моду повысилась производительность К большому сожалению, на данный момент мод находится на стадии разработки Поэтому можно лишь следить за успехами автора Но в любом случае не забывайте посещать Nexus Mods Потому что разработчик в первую очередь готовый мод закинет именно на этот сайт А пока можете насладиться скриншотами, которые были сделаны прямиком из игры Для Rocket Leach готовят еще больше безумных карт Разработчики игры Rocket Leach очень довольны успехом своего проекта Поэтому обещают, что для данной игры уготовлено уже хорошее будущее Авторы сообщили, что у всех фанатов их игры ждет еще больше новых, безумных и увлекательных карт Как известно, нынешняя подборка карт в Rocket Leach очень простая Так как карты не слишком сильно отличаются друг от друга Когда-то разработчики намного больше экспериментировали с разнообразием карт Но теперь они сдулись И вот недавно глава проекта сообщил о том, что они вернутся к тем временам, когда они упорно трудились над разнообразием игровых карт Если студия Psyonix сначала начинала со стандартных уровней Чтобы игроки как можно быстрее могли почувствовать темп игры То теперь новые карты будут выпущены строго для тех, кто уже достаточно хорошо познакомился с игровой механикой Также разработчики понимают, что игрокам нужны еще и необычные карты Поэтому они тоже появятся в ближайшее время На этом мы завершаем наш выпуск С вами была Арина Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал До новых встреч в новых выпусках Пока! Пока!